МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Александр Базаров. И сегодня в нашей программе. Туда, где воздух чистый, где солнце и вода. Или перспективы развития агротуризма в Чувашии. Антивандальные материалы и скамейки с секретом. В Чебоксарах устанавливают новые остановочные павильоны. На спине с двумя горбами да с соршинными ушами. В Тюзе состоялась премьера конька-горбунка. Наконец-то! Уверена, именно так отреагирует каждый нормальный человек на следующую новость. Первые аптечные сети подписали с Республиканским Союзом Женщин соглашение об ограничении торговли спиртосодержащими препаратами. Законодательной базы, позволяющей вести войну с фанфориками, в России пока нет. И, судя по всему, скоро не появится. То ли слишком сильное лобби у производителей этих веществ, то ли аптекари не хотят терять прибыль. Хотя многие клянутся и божатся, что доход от продажи спиртовых настоек мизерный. Тем более непонятно, что заставляет их причинять заведомый вред людям. Пока же на федеральном уровне этот вопрос не решен, и регионы вынуждены бороться с напастью доступными средствами. В Чувашии решили подписать соглашение, по которому аптеки обязуются добровольно отказаться от реализации спиртосодержащих настоек фасовкой более 50 мл. Всем известно, что в большинстве случаев именно они используются отнюдь не в медицинских целях. Со стороны общественности выступил Республиканский женсовет. Фармацевтов представляли четыре сети. Фармацея и общество с ограниченной ответственностью. Рута, Сальва и Виктори. Кстати, по словам руководителей, там давно уже отказались от продажи фанфориков. Но соглашение они все-таки подписали. Приглашение направляли в 14 сетей. Представители 10 прийти не смогли по разным причинам. Но возможность присоединиться к соглашению категорически не отрицают. Так что остается надеяться, что здравый смысл все-таки возобладает. И аптеку частниц соглашения будет больше. 16 населенным пунктам Чуваши могут грозить лесные пожары. Отметили сегодня на заседании кабинета министров республики. 7 из них находятся в Шамаршинском. По 2 в Урнарском и Бресинском. А также в Алатрском, Батринском, Комсомольском, Красночитайском и Порезском районах. За этими объектами будет усилен контроль, отметил Вениамин Петров. Председатель Государственного комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Утвердили на заседании временное положение о порядке регистрации. Надзоре за техническим состоянием и безопасная эксплуатация аттракционной техники. Стоит отметить, что до принятия этого решения работа аттракционов практически не контролировалась. Это вопрос связанный с безопасностью детей, людей. И с этой точки зрения, я думаю, временно будем регулировать. Утвердили на заседании и перечень особо ценных продуктов сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается. Изменили функции рабочей группы по вопросам оборота земель сельскохозяйственного назначения в Чувашии. Михаил Игнатьев призвал должностных лиц в органах исполнительной власти проявлять ответственность и принципиальность в решении земельных вопросов. Об улучшении жизни на селе говорили и в Волгограде. Что необходимо, чтобы улучшить жизнь в сельской местности? Дороги, достойное медицинское обслуживание, образование или хорошая работа? Все эти факторы важны и нужны, отметил Дмитрий Медведев на встрече с депутатами сельских поселений страны. Но как помочь сельчанам? Ответ на этот вопрос и пытались найти на съезде в Волгограде. Почти 2000 делегатов со всей России собрались вместе для решения главных вопросов сельчан. Образование, здравоохранение, занятость и социальные отношения, повышение качества жизни, создание комфортной среды проживания и привлекательности сельских территорий. У меня были переданы предложения, их немало. Суммарно получилось 33 штуки. И это абсолютно конкретные идеи о том, каким образом нам совершенствовать работу на селе, как в области аграрного бизнеса, так и просто по социальному развитию села. И знаете, что особенно отрадно, мы сейчас об этом говорили, смысл этих предложений заключается не просто в том, что надо финансирование увеличить, денег побольше давайте, а в том, чтобы реально наладить работу. Главное, что просил учесть Дмитрий Медведев, ни одна аграрная программа не подвергнется сокращениям. На 4 миллиарда рублей увеличат субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам, которые получены на развитие растеневодства. К концу 2016 года отремонтируют все спортивные залы в сельских школах. Программа «Земский доктор» будет усовершенствована. Возраст медицинских работников будет увеличен до 40 лет. И все же главный вопрос жизни села остается актуальным. Волнует вопрос сельских дорог, их состояние, их соответствие современным требованиям. Ведь многие населенные пункты не имеют подъездных дорог с твердым покрытием. То есть где-то расстояние дороги более чем 5 километров, где-то население поменьше 125 человек. Дмитрий Анатольевич, от всех глав, если возможно, пожалуйста, пересмотрите данные критерии. Чтобы мы имели какие-то критерии, давайте их сделаем гибкими, уже просто чтобы на усмотрение руководителей, субъектов федерации и муниципалитетов, чтобы можно было понять. В конце концов, это вопрос приоритетов. Например, в одной деревне живет там не 125 человек, а 100 человек. Но в силу понятных причин разных, значит, можно, чтобы туда была дорога. Делегацию Чуваша и 7 человек возглавил председатель комитета Госсовета Республики по государственному строительству, местному самоправлению Николай Малов. Он отметил, что встречаться в таком формате – хорошая идея. Село должно жить и развиваться. Финансирование по 2014 году, ну и плановыми 15-16 годами, конечно же, не сократится. Это очень важно, очень важно для селян, для делегатов нашего съезда, которые будут проводниками данных идей уже непосредственно на местах. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика. Многие уверены, что агротуризм – реальная возможность изменить жизнь на селе в лучшую сторону. Сегодня в Торгово-промышленной палате говорили, как развивать туризм, если нет ни моря, ни гор, ни каких-либо особенных архитектурных достопримечательностей. Небольшой по площади субъект Российской Федерации. Европейская часть страны – климат умеренно континентальный. Чтобы нашей республикой заинтересовать туристов, в этот портрет нужно добавить изюминок. Специалисты отмечают – нет теплого моря и пирамид, зато есть самая большая в Европе река, леса, луга и гостеприимный народ с самобытной культурой. Иными словами, все условия для так называемого сельского или агротуризма. Чем же известна Чуварская республика за пределами нашей территории и за рубежом? Во-первых, это, наверное, известные люди и истории. Вы знаете, что у нас, например, хазовка связана с именем такого известного ученого в этом мире, как Лобачевского. В Ядрине был известный артист Мордвинов. В городе Чебоксары очень много различных достопримечательностей, связанных с Чапаевым. И самое главное, что привлекает, например, иностранных туристов – это, как ни странно, река Волга. Чтобы наладить в регионе туризм, эксперты предлагают для начала определить целевую группу, а затем уже разработать маршруты, исходя из интересов. Ставку предлагается сделать и на гостевые хозяйства в сельской местности. Кстати, агротуризм, вопреки распространенному мнению россиян, это вовсе не картофельные грядки. Турист приезжает к нам, он может брезговать того хозяйства, в котором мы сами обитаем. Ему нужно создать отдельное условие, чтобы он приехал с гордой мекаполиса, повесил взял, чтобы почувствовал себя свободно, вышел, выдохнул воздух. Мы должны создать ему условия для того, чтобы он тратил свои деньги. Кроме того, нужно грамотно подать то, что уже создано. Указать хорошие места для отдыха должны красочные интернет-сайты и, как бы банально ни звучало, дорожные указатели. Сейчас они установлены в недостаточном количестве, считают специалисты. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Продолжение следует... ...проект в пределах суммы на 680 миллионов рублей. На сегодняшний день или на 1 января 2014 года выполнение составляет на 230 миллионов рублей, которые сегодня проплачены, и 206 миллионов из них из республиканского бюджета. Остается порядка еще 450 миллионов рублей. При разговоре вы слышали, что на сегодняшний день практически работы ведутся без остановки. Но здесь в основном два таких больших момента, которые необходимо решить. Это вот перенос газопровода и перенос сетей кабелей связи. Перенос линий связи планируют закончить к 20 числам апреля. Газовых труб к середине мая. На сегодняшний день выполнены работы в полном объеме по уширению полотна проезжей части с правой стороны. Продолжается устройство уширения с левой стороны до улицы пристанционной. И после наступления среднесуточных положительных температур приступим к устройству асфальтобетонного покрытия. Кстати, хоть глазу простого обывателя незаметно, но, отметили эксперты, началось формирование кольца на пересечении проспектов Яковлева и Мира. Подарок горожанам сделают ко Дню Республики. К этому сроку обещают открыть центральную часть пешеходного перехода и прямолинейное движение по проспекту. Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков, Республика. Еще один масштабный проект реализуется в Чебоксарах. В столице идет монтаж новых остановок. К маю павильоны современной конструкции появятся на проспекте Ленина и улице Карла Маркса. На первый взгляд, этот остановочный павильон мало чем отличается от прежних. Те же привычные стеклянные стены и крыша. Однако на деле каркас изготовлен из алюминия. Толщина стекла в ней 6 миллиметров. А скорость установки павильона на фундамент всего 20 минут. Питерское предприятие-изготовитель обещает, этой конструкции не страшны никакие вандалы. А если в нее въедет автомобиль, то каркас погасит удар. Прогнозы директора дорожно-эксплуатационного предприятия по поводу срока годности звучат довольно оптимистично. Данная конструкция будет в течение 10 лет не изменяться, потому что это алюминиевый профиль, это порошковое покрытие покраски. И поэтому на сегодняшний день она полностью отражает в целом эстетику данного вида направления. Примечательно, что скамейки эти с секретом. Сидеть на них удобно, а вот лежать не очень. Можно скатиться. Возможно, с замены всех остановочных пунктов в городе на такие сидения в них перестанут привлекать нетрезвых граждан. Оксана Заметина, Евгений Анисимов, Республика. В Чебоксарах назвали знатоков дорожного движения среди учеников общеобразовательных школ города. Чтобы снизить детский травматизм на дорогах, ежегодно проводится Олимпиада по правилам дорожного движения. Какие испытания пришлось пройти победителям, смотрите далее. Участниками конкурса стали 15 команд юных инспекторов в возрасте от 10 до 12 лет. Ребята отвечали на нелегкие вопросы по правилам дорожного движения. Преодолевали препятствия на велосипеде и оказывали первую медицинскую помощь в случае ДТП. По итогам всех конкурсов третье место заняла команда школы номер 59, второе – лицея номер 4. А лучшие юные инспекторы движения 2014 года учатся в школе номер 54. Им вручили главный приз – велосипед. Финалистам предстоит показать себя на республиканских соревнованиях. В театре юного зрителя имени Михаила Сейспеля очередная премьера. Спектакль «Конек-горбунок» поставил заслуженный деятель искус-чувашей Иосиф Дмитриев Трер. В декорациях уютного старинного городка под золотыми небесными куполами артисты – то люди, то куклы – рассказывают забавную и вместе с тем поучительную историю в стихах. Это своеобразный режиссерский прием «Театр в театре». Так, например, в котел прыгает не настоящий актер, а кукла. Премьера спектакля стала театральным дебютом композитора Михаила Смирнова. Я, когда писал музыку, не рассуждал о том, кто негативный, кто позитивный. Мне хотелось передать общий дух, характер, какое-то действие. И я чувствую, что эта сказка, в ней заложена особая мудрость. Сказка про отважного конька-горбунка, который знает все наперед и помогает Ивану пройти все испытания. Их ждет удивительное открытие. Ни власть, ни деньги не заменят богатство души. Дружба и бесстрашие становятся главным залогом счастья. Спектакль учит простоте, доброте, учит простым житейским правилам. Не обманывать, не укради. Вот простые такие вещи, но очень важные. Я в этом спектакле играю царь-девицу, как объяснил режиссер, не обыденную, не простую, не земную, а именно небесную. Некое воплощение всего хорошего, всего красивого. И мудрость этой сказки такова. У каждого человека всегда есть выбор, по какому пути пойти. А в волшебном мире, какую бы ты дорогу ни выбрал, добро всегда побеждает зло. Окунуться еще раз в сказочную атмосферу можно будет 10 апреля в ДК «Тракторостроителей». Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Творчество молодых не знает границ. Танцы, песни, театр, любой жанр, в котором можно себя проявить, находит отражение в конкурсе «Студенческая весна». Впервые в Чебоксарах на одной сцене борются за победу студенты сразу трех вузов. Чебоксарского филиала Российской академии госслужбы, Санкт-Петербургского филиала Гуманитарно-экономического университета и МАДИ. Он у меня день и ночь работают на стройке. Подожди, так ты же говорила, что он у тебя директор строительной фирмы. На самом деле я все это придумала. «Студвесна» ассоциируется с чем-то легким и веселым, но проблемы в постановках в вузах раскрываются самые глубокие – одиночество, привязанность, перипетии, любви. Главное, что заканчивается все хорошо, как на сцене, так и за ней. Это объединение, потому что как-никак вы на протяжении двух месяцев в одной команде, там 20-30 человек собираетесь, до ночи в университете можно там спать, не спать, это без разницы. Но самое главное, что мы вместе и мы победим обязательно. Конечно, здоровая конкуренция только во благо. Но несмотря на волю к победе, соперничество за кулисами сходит на нет. Во-первых, это можно охарактеризовать тем, что три председателя студенческого совета дружат между собой. Ну, вот так вот, на одном из собраний студенческих советов ребята, да, председатели решили объединиться. Вот, и мы так в неформальной обстановке встречались, сидели, думали, как это лучше сделать, и решили, что это будет конкурс. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии, руководитель управления Роскомнадзора по Чувашии Татьяна Евдокимова. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова